Сегодня мы читаем с книги «Второзаконие», с первой главы. Я прочту по-русски то, что прочитал в Латной Верите. Вот слова, с которыми Моше обратился ко всему народу Израиля. Это было за Иорданом в пустыне, в Араве, близ Суфа, между Параном, Тефелом, Лаваном, Хацероном и Ди-Загавом, от Хорива до Кадеш-Барнея, если идти по дороге, ведущей к Сирским горам, 11 дней пути. На 40-й год, в первый день 11-го месяца, Моше возвестил сынам Израилевым все, что Господь повелел возвестить им. Это было после победы над Сихоном, аморейским царем, который правил Хешбони, и Огом, царем Башана, который правил в Аштороте и Адрее. За Иорданом в Моаве Моисей стал подробно излагать закон. Он сказал, Господь, наш Бог сказал нам на Хориве, хватит вам оставаться у этой горы. Я сегодня сделаю такой небольшой пируш этой главы и этой книги. Во-первых, я поздравляю, что мы дожили до того, что мы имеем такую привилегию читать из пятой книги Торы, второзакония, дворим на иврите. Если вы обратили внимание, читая, допустим, уже следующую главу, эта книга отличается от предыдущих четырех тем, что в этой книге, во второзаконии, Моисей уже не говорит, ну, в Торе уже не написано «Веомер Адунаэль Мушелей Мор», то есть «И сказал Господь Моисею, говоря». А уже говорится «Веомер Адунаэль Элай», Моисей говорит, то есть уже Господь, он уже говорит от своего лица. Моисей уже повествует эти все дальнейшие указания от своего лица, говорит, что «И сказал Господь мне». Допустим, вы можете, да, вторая глава, второй стих, там уже так и написано, что «И потом сказал Господь мне», например, это как пример. И что вот происходит сейчас в этот период, вот именно из этой главы, какова ситуация того времени? Ну, давайте поговорим о Моше. Моше было 120 лет, и Господь через него все эти годы в пустыне и додействовал и делал очень много чудес и знамений, и через него Господь говорил с народом Израиля. И можно подумать, что, ну, в принципе, уже он даже получил вот это известие о том, что после войны с медианитянами он отойдет к отцам. Взойдя на гору, он отойдет к отцам. И как бы можно подумать, ну, уже все, Моисей, ты как бы знаешь, что вот уже... А мы читали в прошлой главе, что война уже закончилась, и убили вот этого самого Беляма и пятерых других моавицких царей и так далее. То есть, ну, в принципе, все. И тут можно подумать, ну, отдыхай уже, Моше, уже скоро ты отойдешь к отцам, молись Господу, общайся с ним. Но что происходит? За вот эти несколько недель до того, как Моисей уходит к Творцу, он решает народу Израиля повторить закон. И заповеди, которые Господь дал вот на протяжении всех этих лет. И просто представьте ситуацию. У Моше нет сверстников. В принципе. Он один вот своего поколения человек. Все те его ровесники, которые плюс-минус были, они все погибли за эти 40 лет в пустыне. Наиболее близкие к нему люди по возрасту это Ешуа, Бенун и Калев. Те двое из 12, которые, да, получили обетование, что они войдут в землю обетованную. А остальные тоже погибли до захода в землю Израиля. И вот, как бы, вот такая ситуация. Вся молодежь перед ним. И он самый такой старейшина там. И подумайте просто, представьте себя. Вот вы, когда, допустим, отправляете детей в лагерь куда-то в другой город, или отправляете их куда-то, допустим, в путешествие, в поездку куда-то далеко, или у кого-то это, допустим, отдает дочь или сына замуж, как бы есть очень большие переживания. И иногда это даже до слез такие переживания. А как он? А справится ли он? А сможет ли он? И а как он без меня? А что с ним будет? Будет ли он принимать правильные решения? Послушает ли он все те мои наставления, которые я ему давал за все эти годы? И есть вот это вот переживание. То же самое переживание происходит у Моисея, когда он, значит, понимает, что вот-вот ему нужно будет отойти к отцам. Тут, правда, ситуация наоборот. Не дети уходят куда-то, а сам отец уходит к своим отцам. То есть сам Моше, про старейшина, уходит к отцам. И вот он думает, вот все эти 40 лет я ходил с ними, что-то им говорил, чему-то их учил. Смогут ли они понести это дальше? Смогут ли они исполнять все эти вещи, которые Господь говорил через меня? Не совершат ли они ошибок по пути? И мы видим, что он принимает решение, вот эти свои, ну, мудрецы посчитали, это было 37 дней, 37 дней последних своих, последние дни своей жизни он посвятил тому, чтобы повторить весь этот закон днем и ночью. Он говорил, и люди записывали, тот, кто стоял и записывал, он записывал все эти слова. Господь хочет показать, что вот через всю эту ситуацию, что Моисей, он напомнит нам, что Моисей каждый раз, когда, значит, помните, были такие ситуации, когда Господь говорил, все, хватит, я, Моисей, уничтожу всех этих израильтян, всех этих евреев, и от тебя произведу народ, от тебя произведу сынов, и ты будешь праотцом. И Моисей ходатайствовал и говорил, нет, Господи, если ты так хочешь сделать, то забери мою жизнь. Не нужно, чтобы ты, вот, значит, сделал вот таким вот образом. Что потом о тебе скажут египтяне, что скажут другие народы, которые скажут, вот, Господь вывел народ Израиля из Египта для того, чтобы убить его в пустыне. Множество было подобных ситуаций, когда Моше заступался за народ Израиля, когда они грешили, и даже готов был отдать свою жизнь, жизнь за народ Израиля. Кого это нам напоминает из Нового Завета? Это нам напоминает апостола Шауля, который в римлянам 9 главе 3 стихе говорит, «Я бы желал сам быть отлученным от Мессии за братьев моих родных, родных мне по плоти», то есть израильтян. Кого это еще нам напоминает? Такой очень известный образ в Новом Завете, книга «Деяний» – Стефан. Стефан, 6-7 глава книги «Деяний», если вы вспомните эту ситуацию, перед тем, как он отходит к отцам, он решает повторить вот эту всю историю, начиная от Авраама, начиная от отцов, и доводит до Ишуа, доводит до того, что наш Мессия, тот, который был обитован через пророков, через всю Тору, и через все Писание, это вот и есть тот самый Мессия. И тем самым он перед смертью хочет хоть как-то народ Израиля наставить, хоть как-то объяснить им истину о Мессии. И Муше, и Стефан, и Шауль хотели, чтобы, послушав их, мы не допустили ошибок. Но и по сей день мы допускаем ошибки. По сей день мы делаем какие-то неправильные поступки. Наши дети, несмотря на то, что и мы десятки раз говорим одно и то же, они все равно допускают ошибки. И мы хорошо знаем из истории, что у народов мира принято вот в каких-то ошибках, в каких-то проблемах. Кого обвинять? Кого обвиняют народы мира, когда есть какие-то проблемы? Вот даже сейчас коронавирус, евреев. Очень правильно. Евреев обвиняют всегда и говорят, вот они виною всему тому, что здесь проходит такое мировое зло. И символом вот этих вот мировых событий, ужасных обвинений и плохих вот этих вот ситуаций в жизни иудеев стал один день, который называется Девятая Ава. Девятая Ава как раз на следующей неделе попадает в четверг. И это день поста, это день, когда народ Израиля находится в таких вот размышлениях, переживаниях о том, что же вообще произошло, что было. Что было, я вам просто вкратце напомню, был и первый, и второй храм были разрушены Девятого Ава. Девятого Ава 132 года был разрушен Иерусалим сам как город. В 1290 году именно в этот день началось гонение на европейских евреев. То есть мы видим, и это только маленький список, есть еще много пунктов, которые именно в этот день были какие-то страшные моменты в жизни Израиля. И, конечно, это печальный день, когда евреи задумываются о своей судьбе, о судьбе своего народа, о будущих потомках и анализируют ошибки, которые допустили или могли допустить. Но это ошибки, делая которые мы учимся. Часто делая ошибки, мы учимся на своем примере. И часто, как бы, эти ошибки, проходя через эти ошибки, мы становимся взрослее. То есть и становимся взрослее по возрасту и мудрее, в смысле, становимся уже такими, которые не хотят наступать на одни и те же грабли. И вот я желаю всем нам, чтобы, дай Бог, чтобы Господь, чтобы совершенные нами ошибки были последними. И мы, как народ, единогласно воскликнули, как сегодня мы пели в псалме «Баруха Бабе, Шем Адунай!» и увидели на облаках нашего Творца, нашего Мессии Ишуа. И я очень советую вам читать эту главу второзакония, вообще всю эту книгу, и воспринимать ее, как будто бы ваш отец, ваш Абба учит этому вас, и он наставляет именно персонально вас, каждого из вас. И, знаете, может быть, чуть-чуть получился грустный такой конец, да, в связи с этим девятым Абба, но лучше нам сегодня поразмышлять над этим, лучше нам сегодня проанализировать свои поступки, свои ошибки, чем потом поступать как-то неправильно и сожалеть о том, что, ох, если бы так, я бы поступил иначе. Желаю вам всем всего доброго, шалом, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok